Встреча с Султаном Вслед за Султаном Сия Азербайджана Ильхамом Алиевым Его отроки не перестают кричать «Караул!» всему честному и нечестному мусульманскому миру Не брезгая ничем, взывая на помощь единоверцев в борьбе против армянских каферов Которые, разумеется, сильнее и талантливее той зомбированной части населения Которых питает Али-Вапашаевский клан Применяется любой повод и даже без повода встречи с единоверцами Вечно плачущие аскяры начинают взывать к мусульманам, намекая на джихад Хотя Нагорно-Карабахский конфликт – это конфликт внутренних разборов между двумя народами И ничего общего с религией не имеет Ведь армяне не кричат о крестовых походах на Баку Так с чего вы взяли, что вам помогут братья-мусульмане? Тем более, что печальный опыт у вас с маджахедами уже был И всем известно, чем он закончился Итак, как известно, Азербайджан живет по принципу «Мы с Тамарой ходим парой» Тамара – это Турция И когда на том же Северном Кавказе ряд представителей плачущей азербайджанской национальности Пытаются выставить армян врагами ислама То, естественно, упоминают и Турцию в качестве спасительницы исламского мира Ровно так же, как Эрдоган пытается себя преподнести Но любой маломальский, грамотный человек Будь-то он верующий, будь-то он атеист Понимает, что одно только представление Турции в качестве «даулят аля адль» Государством справедливости для мусульман Уже величайшее заблуждение И арабы знают об этом Поэтому ни арабские страны, ни ираноязычные страны Тем более к Турции относятся скептически Турция, как и Азербайджан, больше заинтересована пантюркизмой И если ей интересны единоверцы То только исключительно ради их дальнейшего отуречивания Не больше В исламском праве есть хороший термин – мунафик Термин часто упоминается в аятах Корана Мунафик – это лицемер, представляющий себя набожным мусульманином Но не является верующим И использует ислам в качестве инструмента в свою угоду К примеру, не кажется ли вам странным, что мухаджиры – чеченцы или адыги Они же черкесы, переселившиеся в Турцию и Орданию Совершенно по-разному чувствуют себя Чеченцы и адыги в Иордании, где арабское большинство Имеют свою национальную идентичность Свои кварталы, свои школы и национально-культурные автономии В сфере СМИ и образования А те же потомки мухаджиров, чеченцев и адыгов Турция не имеет ничего из этого всего Только то, что на генной памяти знают, что их предки были мухаджирами из Северного Кавказа И что в них течет чеченская и адыгская крови То есть они почти уже растворились в турках Как и представители других народов, не имеющих отношений к туркам И Азербайджан идет по этому же пути Не предоставляя национально-культурных автономий Ни в каком виде, ни талышам, ни лезгинам Это одна из причин того, что и Турцию, и Азербайджан Можно называть мунафиками И у этих мунафиков есть свои лица Кстати, на эту тему обоснователи турецкого государства Ататюрки Шейх Аль-Альбани сказал следующее Также стоит вспомнить еще слова имама Сулеймана Ибн Сахмана «Знай, да приведет тебя Аллах к истине, что куфр этой проклятой турецкой страны страшнее, чем куфр иудеев и христиан» Источник Куфрдаулятль Атрак Первый лист рукописи Теперь о главном Перейдем от Турции к ее главному пропагандисту в России и на Кавказе Азербайджану Которому не столько братья в исламе важны, сколько их помощь в борьбе с армянами А для этого, естественно, нужно запудрить голову братьям Что армяне такие же вечные враги мусульман, как и, собственно говоря, самих азербайджанцев Что ж, у меня был выпуск, который называется «Ислам и армяне» Можете перейти после этого просмотра, этого выпуска на «Ислам и армяне» и посмотреть его Или же просто вбить в гугле «Антитопор «Ислам и армяне»» и посмотрите А пока сделаю небольшое продолжение к нему, к тому выпуску Итак, у меня вопрос к той азербайджанской части нации, которая при каждом удобном и неудобном случае Пытается использовать армян в качестве врагов-мусульман ради союзничества мусульман в борьбе против армян Вот такой вопрос Вы говорите о своем древнем происхождении, чего нет и не может быть Увы и ах, уж извините Но если даже допустить это и учесть вполне комфортный для значимости истории ислама ваш регион То почему в ваших «отважных» героев нет и не было в истории мирового ислама? Ни одного имени Один Бабек, он же Бабак, которого бы вы представляете своим, но к вам отношений-то он никакого не имел И знать вас еще не знал в восьмом веке И тот был хуррамид-иранец и боролся против мусульман Так где эти азербайджанцы в истории ислама? Северный Кавказ, понятное дело Это Кавказ, горный и далекий край от театра боевых действий Ближнего Востока и Аравийского полуострова Но вы-то, где вы прятались, если вы говорите, что Азербайджан простирался от Багдада до Дели? Приведу вам пример армян, представители которых внесли куда большую лепту в историю ислама и мусульманских государств, чем вы, будучи мусульманами И факты мои не с потолка взяты Начну с того, что у армян есть братья, химшилы, это исламизированные армяне Что априори противопоказано армянам быть исламофобами А далее все, что я скажу, можете сверить и проверить в независимых источниках Впрочем, как я всегда и делаю Например, в фатимидском халифате действовала армянская конная пехота И было немало министров армянского происхождения, внесших свой вклад в фатимидское государство Один из которых стал даже министром фатимидов в 1135 году Это Бахрам Аль Армани Или, как принято его называть в арабской истории Абуль Музафар Бахрам Аль Армани Аль Хафизи Любому историку известно, что фатимиды всегда были веротерпимыми И уважали людей за их заслуги, а не за вероисповедание Именно при фатимидах в Каире был основан известный университет Алясхар Где, помимо мусульманских богословов, преподавали и армянские ученые того времени Например, математик Герагин Шаган или каллиграф Ванес Мсреци Были и еврейские ученые, один из которых философ Маймани Преподававший там медицину Иначе говоря, Алясхар при фатимидах был именно университетом Это позже его превратили в медресе уже после падения фатимидов А фатимиды считали христиан и евреев людьми писания Ахль-Аль-Кта, куда входили яхуди, насра и сабиум Евреи, христиане и арамеи Почитавшие также, как и мусульмане, Таурат, Забур и Инджиль Инджиль это Евангелие для тех, кто не знает той части христиан Так вот, один только Бахрам Алярмани в свою эпоху Привел из Леванты армянскую армию фатимидское царство Около 30 тысяч воинов Они состояли на страже халифата, будучи христианами Все эти вещи и об армянских легионах халифата Можно почитать во многих источниках В том числе в самой полной книге о фатимидском халифате Везерат фатимидов Лейли Аль-Имад На изданной в Берлине, а также работах Фархада Дафтари и Шайнулы Дживи Фатимидский халифат И не один Бахрам Алярмани Можно привести в пример и другого визиря халифата Рузика Ибн Талаи Или, как его еще называют, Разик Ибн Талаи Запомнившийся в истории фатимидов как визирь Снизивший налоги для граждан и проведший реформы Чего не понравилось фанатикам, которые убили его в сентябре 1161 года Еще ранее, в 852 году, то есть в истории раннего ислама Прославился в боях за аббасидский халифат Авагем Аго Известный в истории как Али Ибн Яхья Аль-Армани Одни говорят, что он принял ислам, другие, что он был христианином Но и как и многие в ту эпоху христиане служили в рядах халифата И боролись против джахилий, неверующих и язычников-идолопоклонников Например, в книге The Medals of Gold Аль-Масудии в 10 веке пишут, что он принял ислам Однако в книге Футуха Шам говорится, что он был христианином, довольно-таки отважным человеком Это Футуха Шам, завоевание Шама мусульманами К сожалению, я страницу не могу показать, потому что на территории Российской Федерации Эта книга почему-то считается запрещенной Я не знаю почему, но как-то так Али ибн Яхья Аль-Армани за свою доблесть был назначен губернатором Маликом Египта А позже и стал править Эмиратом Армании Куда входили в то время территории современной Армении, Грузии и Азербайджана Современного Азербайджана Тоже и в мире науки, и в аббасидском халифате армяне несли свет Вспомним Геворга Габриэли Бахтишул Известного в исламском мире врача под именем Джабраил Бахтишул Основателя больницы для военных халифата в Багдаде в 800 году Который он сам основал по инициативе халифа Харуна Аль-Рашида А еще ранее, если брать более ранние времена В Гундишапуре он же открыл школу для мусульманских врачевателей И сам был главным врачевателем халифата Я уж не буду перечислять про Гурген Хана, отважного военачальника Могольской империи Или главного врача двора императора Акбара Юлиани Что касается нового времени, то представители армянской национальности Становились главами двух арабских государств, мусульманских стран Это Ливана и Египта В Египте армянин Нубар Паша так и вовсе стал первым премьер-министром этой страны А ранее при султане именно Нубар Паша заключал договор с французскими подрядчиками о строительстве Суэцкого канала Опять же упущу из внимания десятки дипломатов, военачальников, ученых Внесших огромный вклад в развитие мусульманских государств Это все и без меня можно найти, если не бояться поинтересоваться А где вы-то? Где вы, азербайджанцы? Почему исламофобы и армяне оставили свои следы со времен раннего ислама и до наших дней? А вас просто нет! Куда ж вы подевались? И еще В Коране сказано, стремление к знанию – обязанность каждого мусульманина Ислам приветствует знания и считается, что каждый мусульманин обязан стремиться к знаниям От колыбели до самой смерти Есть даже хадисы на эту тему Напомню, что еще в средние века, когда на кострах инквизиции горели христианские ученые Ислам настойчиво требовал от мусульман увеличения знаний И вообще, главной задачей всех пророков, начиная от первого пророка Адама и кончая последним пророком Мухаммадом Просвещение всегда приветствовалось, просвещение человечества Священный хадис гласит Поистине ученые являются наследниками пророков Пророки не оставляют наследство ни дирхемы, ни динары, а оставляют наследство только знания Уважаемые азербайджанцы, в коек еще не все потеряно Вы называете себя мусульманами Так стремитесь знать и познавать Стремитесь познать тех же своих соседей по независимым источникам Каждый день познавайте что-то новое Ведь Коран к этому, к новым знаниям, как раз призывает Рабба, зидни алями, Господь мой, прибавь мне знания Ас-саламу алейкум мин ас-сихийон ладжамиян куль-муслимин Продолжение следует...